В последнее время вокруг пресловутой зоны комфорта ведутся разговоры самого разного толка. От страстных призывов незамедлительно покинуть ее и никогда не возвращаться от яростной критики столь радикального метода. Как найти баланс и не потерять себя. Меня зовут Лариса Зайцева, а это программа с разных сторон. Сегодня у меня в студии те, кто готов поделиться своим мнением на этот счет. Зона комфорта – это когда все происходящее вокруг тебя устраивает, когда ты не хочешь развиваться, не хочешь прогрессировать и просто стоишь на месте, можно сказать. Для меня зона комфорта – это когда ты себя чувствуешь в кругу людей достаточно раскрепощенно, тебе приятно с ними находиться, ты чувствуешь себя самим собой, не одевая никакие маски, не примеряя их, не пытаясь понравиться. Вот тебе хорошо здесь и ты счастлив. Покинуть зону комфорта – это когда ты начинаешь себя чувствовать не так, тебя что-то не устраивает. Ты начинаешь надумывать о себе что-то, начинаешь опять же таки одевать маски и тебе некомфортно. Я стараюсь вообще не заходить в эту зону комфорта, постоянно как-то пробовать себя в чем-то новом, как-то загружать себя какими-то разносторонними вещами. И вот так, я считаю, человек и развивается. Нет, я выхожу не часто из зоны комфорта, потому что я стараюсь дружить и общаться с теми людьми, с которыми мне интересно. И поэтому, нет, не часто. То есть мне приятно общаться с теми, с кем я общаюсь. Выйти из зоны комфорта – это значит открыть для себя что-то новое. Поэтому это, считаю, положительно, потому что это опыт, какой-то опыт новый. Наверное, это определенный стресс. Ну, потому что тебе приходится подстраиваться, тебе приходится быть кем-то, показать себя. Тебе приходится понравиться людям, и это стресс. То есть ты не такой, какой ты есть в данной ситуации. Безусловно, из зоны комфорта нужно выходить, потому что человек просто останавливается в своем развитии. Человеку важно выходить из зоны комфорта, потому что это для него новое открытие. Он открывает себя с другой стороны, и это новое ощущение. Хоть это и стресс, но это новое ощущение. Мой выход из зоны комфорта, наверное, это смена вуза. Потому что я решил открыть для себя что-то новое. И поступил в Казанский федеральный университет. Была такая история, но она школьная, я не знаю, насколько она интересная. Но нас учительница всегда просила пересаживаться с другими людьми. У нас была система. У нас не просто стояли столы, а у нас два стола соединялись, и, соответственно, мы сидели по четыре человека. И мы привыкали сидеть по четыре человека. И в какой-то момент нам учительница говорит, все, давайте меняем зону комфорта, пересаживаемся. И мы пересаживались с другими людьми, садились с ними. Ну, я не знаю, насколько это точный пример, но как бы я выходила. Я садилась с другими людьми, с другой группой, и все по новой. Нет, я считаю, зона комфорта – это твое внутреннее состояние, когда ты, да, действительно не хочешь выходить из дома, зачем мне развиваться, я лучше посижу на диване и посмотрю телевизор. Вот это, наверное, зона комфорта. Это ощущение, скорее всего, я думаю. Вот сейчас как раз-таки я чувствую себя некомфортно, потому что вот это интервью – это какое-то новое испытание для меня, новый опыт. Вот, и мне немного так не по себе сейчас, волнительно. Нет. Нет.